Как вы оцениваете все, что происходит, учитывая то, что Путин вчера экстренно собрался в БЕС? В принципе, Герасимов утверждал, что все хорошо, потерь нет, мы уже контролируем границу, но как контролируют границу? Только что, в принципе, описали все местные жители в Курской области и ДВСУ движется дальше. Как вы оцениваете ситуацию? Ну, это, во-первых, очень серьезная ситуация, потому что это гораздо больше, чем это было два дня тому назад, когда только вся эта операция начиналась, потому что мы уже привыкли, в общем, к каким-то вылазкам, прежде всего, русского добровольческого корпуса на севере Украины, на территории Российской Федерации, прежде всего, Белгородскую область, Брянскую область иногда были рейды. Вот это были именно рейды, то есть это были выходы не очень больших разведно-диверсионных групп, которые куда-то выдвигались, что-то там немножко делали, и затем возвращались на территорию Украины. Сейчас пока что непонятно, кто это делает. То есть понятно, что уже совсем другой состав по объему, то есть разговор идет от полка до там чуть не бригады, а может быть даже некоторые говорят там до двух-трех бригад. То есть довольно солидные силы, то есть от тысячи до пяти тысяч человек. Ну, в общем, пока что это не подтверждается, потому что очень малая информация реально, которая озвучивается и украинской стороной, и российской. Российская, потому что она врет, потому что она, во-первых, ничего не знает, и во-вторых, она застегнута врасплох, а украинская, потому что это оперативный секрет, это военная тайна, и никому не должно быть понятна вообще ситуация, потому что тогда будет оперативный простор для той группировки, которая выдвинулась на территорию Российской Федерации. Это очень неприятная штука для Путина символизмом, во-первых. Символизмом, потому что область, в которую вошли эти силы, называется Пурская, а месяц, в которой вошли эти силы, называется Август. Август для Российской Федерации всегда очень неприятный месяц, всегда что-то происходит, начиная с ГКЧП в 1991 году. А Курская область, потому что, во-первых, есть какая-то годовщина Курской битвы 1943 года, которая шла с июля по август, по 23 августа, и которая положила начало полному перелому в ходе Второй мировой войны. Когда уже Советский Союз тогда полностью перехватил инициативу и начал уже выдавливать немецко-фашистские войска обратно с территории захваченной Советского Союза и потом даже западной, восточной Европы и дошел до Берлина через полтора года. Плюс 8 августа 2000 года, вернее 12 августа 2000 года была известная катастрофа подводной лодки «Курск», которая была абсолютно травматическим событием для Путина. Путин тогда свежеиспеченный президент Российской Федерации, избранный вместо Ельцина, в мае месяце приступил к своим обязанностям. И в августе вдруг случилась такая вещь, когда он находился на самом деле то ли в Сочи, то ли в Крыму, катался на скутерах, отдыхал, наслаждался своим времяпрепровождением. И вдруг ему доложили, что на севере утонула подводная лодка «Курск», и надо ее то ли спасать, то ли что-то там делать. И он находился в полном ступоре, потому что он не знал, что ему делать. И потом было понятно, что он так и не знал, что ему делать. В общем, это было для него огромным провалом и травматизмом. И вот выступление украинских войск или связанных с ними россиян, которые воюют на стороне Украины, оно, конечно, напоминает Путину все это дело. И мы видели на докладе у Путина и во время заседания правительства по поводу строительной отрасли, и на докладе таком малого совета безопасности, когда к нему пришли, вот когда Герасимов ему по телесвязи докладывал, то достаточно посмотреть на Путина. Видно, что он рвет и мечет, что он еле сдерживает гнев, но ему нельзя его показать, потому что они разыгрывали вот эту сценку для телевидения, для того, чтобы показать по центральному телевидению. Значит, Пилаусов, Шойгу и Бортников сидят у Путина, а Герасимов ему докладывает, что все замечательно, значит, ну, вроде там украинцы вошли до тысячи человек, ну, мы их уже разбили там тысячи человек, уже 11 танков подбили, 54 единицы техники. Все прекрасно вышли на рубежи государственной границы. Вот, хотя всем понятно в Российской Федерации даже, прежде всего, зен-военкором российским, что все не так, что все гораздо хуже, это понятно даже исполняющие обязанности губернатора Курской области, который ввел режим ЧАЭС в этой области. То есть, если все, всех разбили, то непонятно, зачем нужно вводить режим ЧАЭС, непонятно, зачем 6 тысяч человек эвакуировались с юга Курской области и просто убежали. Вот, непонятно вообще ничего. Вот, плюс, как вы знаете, понимаете, это смазывает абсолютно картинку, потому что только-только вот этот самый Шойгу в Азербайджане сказал, что за два месяца российские войска, значит, в Украине отвоевали или завоевали 400 квадратных километров, завоевали там 3 деревни, а тут, значит, украинские войска за двое суток завоевали 350 квадратных километров, 9 деревень, вышли на границу и практически чуть не окружили городок Суджа, вот, и так далее и тому подобное. Дальше есть стратегические вещи. Через Суджу проходит железная дорога, которая снабжает северную группировку. Ну, их две северные железные дороги, одна идет через Белгород, а вторая через Суджу. Вот, и если, а судя по всему, это так и есть, эта железная дорога перерезана, значит, снабжение той группировки, которая находится на Харьковском направлении, перерезано. То есть они не будут теперь получать ни снаряды, ни продовольствия, ничего, да, то есть логистика очень существенно перерезана. Дальше через этот городок проходит ветка газопровода, последняя ветка газопровода, через которую поступает газ в Западную Европу, в те страны, которые продолжают сотрудничать с Российской Федерацией. А дальше в 80 километрах находятся две атомные станции, Курск-1 и Курск-2. Значит, старая Курск-1, которая находится в процессе вывода из действия, но где еще работает три ядерных реактора из четырех. Один уже закрыт, второй должен был закрываться в этом году, то есть оставаться должны еще два ядерных реактора. И строится Курск-2, новая станция, которая должна прийти полностью на замену Курску-1, где, по идее, должно было к 2024 году уже введено в действие два новых ядерных реактора. На самом деле не введен ни одного, не введено ни одного, у них опоздание на пять лет. Но вы понимаете, что если все это дальше будет продолжаться в той логике, в которой есть, то украинские войска могут захватить обе эти атомные станции. И тогда получается стратегическое противостояние, где Российская Федерация держит в заложниках Запорожскую АЭС с шестью реакторами и не хочет отдавать ее Украине. Украина может получить обменный фонд в виде Курск-2 Курских АЭС для того, чтобы обменять их на Запорожскую. И так далее, и тому подобное. То есть на самом деле ситуация очень серьезная для Путина, и они не знают, что делать, потому что та группировка, которая зашла, они пытались с ней справляться с помощью бомбардировок, с помощью авиации. Похоже, это не получилось до конца, потому что, похоже, с этой группировкой вошла ПВО фронтовая. И, так сказать, ее бомбить особенно нельзя, потому что там уже доложили о том, что сбит один из российских вертолетов, а остальные, значит, там полетали, полетали и улетели. Вот. У всей этой ситуации есть только один стратегически сложный момент. Мы пока не знаем, кто именно зашел на территорию Российской Федерации. Это украинские войска по-настоящему или это украинские войска в виде русского добровольческого корпуса? Продолжение следует...